Экономика 21 века. Вокруг нас меняются не только времена года, не только климат или скорость движения поездов. Меняются способы получения прибыли, способы конкуренции, виды слияния и поглощения собственности. Здравствуйте! Экономика – это не просто дважды два, это не арифметика. Экономика – это наука, зависящая от времени. Это наука, зависящая от абсолютного времени и конкретных участников. Сегодня это наука, зависящая от всех жителей планеты Земля. Не может человек стать богатым, если остальные люди не будут покупать его товар. Вопрос только в том, что будут покупать люди, за какие деньги и под каким соусом будет проходить это действие. Так было раньше. По мере того, как человечество богатело, а капитализм развивался и становился глобальным, появился и новый способ заработка – глобальный. Но масштаб – это не единственное его отличие от прежних способов продажи товаров. Этот способ заработка гениален. Он позволял практически каждому стартовать с нуля и становиться миллиардером. Но все нужно делать вовремя. Большие заработки моментально порождают острую и опасную конкуренцию. Именно поэтому я и пишу этот текст вместо того, чтобы путешествовать на собственной яхте и любоваться неземными красотами. Однако обо всем по порядку. Основной сложностью и головной болью предыдущей фазы капитализма была необходимость платить заработную плату труженикам, производящим продаваемый товар. Все остальные платежи были условно фиксированными. Это налоги, плата за землю и энергоресурсы, плата за обслуживание оборудования, плата за сырье и тому подобные расходы. Главное, что было предметом дележа между капиталистом и работниками на пути к прибыли капиталиста, это заработная плата работников. От ее размера зависела прибыльность бизнеса, которая становилась основой благосостояния капиталиста. И основной проблемой владельца любого бизнеса было и остается снижение затрат на содержание работников. Но капиталисты – люди умные и образованные. Время шло, и они придумали, как обойтись вообще без оплаты труда основной категории работников. А за какие деньги живут тогда работники? Спросите вы. Вот об этом и поговорим дальше. Наши с вами деньги уже давно находятся под пристальным вниманием заинтересованных людей. Они готовятся поймать в свои сети каждую копейку, которую мы собираемся потратить или отложить в сбережения, на потом. Для этого существуют банки, страховщики, магазины и множество прочих организаций. Но деньги можно как-то сберечь или потратить, а как завладеть временем, которое человек тратит на заработывание лишних денег? И умные головы придумали – нужно подсунуть человеку нечто похожее на отдых, чем еще заниматься в свободное время, но с некоторым налетом полезности для себя любимого, для счастливого владельца свободного времени. Сегодня существует уже множество почти легальных и условно полезных способов убить время. Но лидером этого направления в бизнесе, я считаю, социальные сети, в них сконцентрирована титаническая мысль и экономика нового времени. Социальные сети вобрали в себя все, что необходимо для понимания новой экономической модели нашего общества. Напомню уважаемому читателю, что интернет когда-то зарождался и планировался как бесплатная среда научного общения, свободного от ограничений. В те далекие времена компьютеры еще не были популярнее утюгов, к ним имели доступ ограниченные группы людей, сообщества, преимущественно из научных организаций. Интернет зарождался, как транспортная система, снабженная несложным и бесплатным программным обеспечением для передачи и приема посланий. В те далекие времена в интернет еще не было рекламы, систем взлома аккаунтов, искусственного интеллекта и прочих схем извлечения денег. Но со временем все это появилось. Бесплатные программы ушли в прошлое, а интернет начал обрастать новообразованиями на его базе, приносящими прибыль. Ярким проявлением происходящего стали социальные сети и тому подобные изделия в интернете, которые принесли сотни миллиардов долларов своим владельцам. Так зарождалась новая экономика и новый мировой порядок. Суть новой экономики состояла в том, что социальные сети не платили и не платят своим пользователям за создание контента, приносящего огромные прибыли владельцам социальных сетей. Во всем цивилизованном мире создатель контента автоматически считается его владельцем, но только не в социальных сетях. Хотя Марк Цукерберг, похоже, имел проблемы с использованием чужого контента еще в студенческие годы, в 2003 году. Это копия из газеты Гарвардского университета. Здесь написано примерно следующее. Создатель недолговечной, но популярной гарвардской версии I am I had or not. Сказал, что ему не придется покидать школу после того, как вчера днем его вызвали в административный совет. Марк Э. Цукерберг в 2006 году сказал, что его обвинили в нарушении безопасности, нарушении авторских прав и нарушении частной жизни, когда он создал веб-сайт www.facemesh.com около двух недель назад. По его словам, обвинения были основаны на жалобе отдела компьютерных услуг по поводу несанкционированного использования им фотографий в сети Facebook. Цукерберг сказал, что его не заставят уйти из школы или покинуть школу на какое-либо время, но отказался уточнить, предприняло ли правление какие-то менее серьезные действия. Из университетских передряг Цукерберг вынес только одно. Он понял, что бесплатно использовать чужое для своих нужд очень выгодно. И тут ему поперло. Социальная сеть начала бурно развиваться и приносить огромные доходы. Совместный труд для моей пользы. Он объединяет. О том, как и почему наше свободное время превратилось в реальные деньги миллиардеров, слушайте в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok